Татьяна Буланова Татьяна Буланова Татьяна Буланова Они готовы. Варить, да? Именно варить, не жарить, а именно варить. Все. Они варятся минут 20-25. То есть закипит и 20 минут? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, запах настоящих забуделогрибов. А откуда этот рецепт, Татьяна? Не подскажешь ли вы? Это моя мама готовит. Так, давайте-ка. Это мы поставили варить перепелиные яйца. Перепелиные яйца. Для салата. Я пришел, а уже они... Да. То есть у нас будет еще салат. Салат с тунцом, нужны перепелиные яйца. Татьяна, позвольте мне предложить вам. У нас все это очень изящно. Вот мы можем прямо брать... Я такую штуку никогда не... Ну ладно, Таня, ну перестаньте. Вот, смотрите. Это же моментально. Это же чтобы не порезаться. Чтобы было очень быстро и все. А тем более, что знаете, как говорят в армии, из-за чистки картофеля лучше узнаешь собеседник. Да. Да. Ну, что я... Знаете, у меня накопилось, что вам сказать. Да, я... Ну, во-первых, я, конечно, хочу поздравить вас. Поскольку в этом году наша любимая футбольная команда «Зенит». Наша любимая. Наша любимая команда «Зенит». А что скрывать? Я, честно скажу, в футболе недавно, ну как там, сравнительно. Так. Шесть лет. Так. И я не ожидала, что это оказывается такой мир огромный вообще, со своими какими-то законами, совершенно какими-то там, не знаю, ну... Что вас удивило? Вот когда, когда, вот, что вы не ожидали совершенно в футболе? Вы же, вы же ездили на все важные матчи, на ответственные вместе с мужем. На два только ездили. Ну, вы ездили, наверное, в Шотландию. Да, в Шотландию и в Монако. И в Монако. То есть на... Ну что, два раза ездила на матчи, один раз выиграли Кубок УЕФА, второй раз Суперкубок. Прекрасно. Давайте поаплодируем, друзья. Это, собственно, моя заслуга, конечно. Так. Ну, конечно. С кем играли, Дома? Ну, конечно, мы играли в Манчестере, не в Шотландии, мы играли в Манчестере, играли с... О, а я сказала в Шотландии. Да, это я. Но я такая же, поэтому... Сказал я, а не вы. Значит, вот, в Манчестере была игра, играли с Глазго Рейнджерс. Шотландцами. Шотландцами, конечно. Поэтому перепутали в Шотландии. И, конечно, я помню, когда вратарь стоит, бежит нападающий «Зенита», бьёт и вдруг с трибуны спи, мой мальчик маленький, засыпает вратарь и гол. Да? Ну, конечно. Ну, нельзя это уже? Ну, так, если уж, ну, так, по-простому, по-простому, да. Я не хотела рассказывать, но... Что вас удивило в... в... прежде всего в футбольном мире? Меня, во-первых, удивило, что... Ну, как сказать... Ну, во-первых, я, честно сказать, не знала, что они за это деньги получают. Я не знала, нет. То есть вы думали, что футболисты... это так всё на интерес, да? Да, я знаю, просто. Наверное, когда... Мне тоже удивило, что, оказывается, футболисты могут узнавать в лицо. Для меня это было странно, потому что, мне кажется, они маленькие там бегают, какие-то по телевизору, и, в общем, бегают. Ну, да. В одинаковой форме, надо сказать, да? Да, да, абсолютно. То ли дело на нашей эстраде, да? На нашей эстраде, да? На нашей эстраде, да? Сразу видно, где Киркоров, где Басков. Ну, в общем, да. Даже издалека. Даже... Вы знаете, Киркоров это просто за... за версту, я бы сказал. А Баскова слышно. А Баскова слышно за версту, да. Так. Значит, а... То есть, вас это удивило, что из маленьких людей по телевизору, они вдруг оказались... Берут автографы. Берут автографы. Ну, и работают, надо сказать. Ну, работа, я могу сказать, тяжелая. Тяжелая и опасная. Очень травмоопасная, конечно. Травмоопасная. Вот, кстати, говорят, да? Ну, ладно, ну что там, вот, ну, еще там, хоккей или... Хоккей, кстати, менее. Там зубы только страдают, по-моему. Иногда. Судя по некоторым хоккеистам. Судя по некоторым... Знаете, ну да. Так. Куда им, да? Да, 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 давайте я сейчас-то все возьму. И мы закидываем туда картошку. Но нам же не нужно прямо так, чтобы сделать, прямо, чтобы очень много... Ой, да. Можете убавить немножко. Убавляйте вниз, вниз. Все верно. Еще, еще. Солить не надо, ничего не надо. Вот пока вы думаете над ответом. Надо. Да? А посолим, вы знаете, чем? Мы посолим такой приправкой. Так. Не солью, а приправкой. Не солью, а приправкой. Давайте, давайте, можно... Друзья, на самом деле, все вы можете сделать вот как вы хотите. Так. Так, грибы у нас варятся. Пока варятся грибы, может, сделаем салат? Мы так и сделаем. Сейчас, секунду, я с вашего позволения только хочу прикрыть еще картофель, который у нас прямо на полную катушку. Все, картофель у нас тоже кипит. А как вы думаете, перепелиные яйца, может быть, они уже сварились? Я думаю, что да. Их нужно залить холодной водой. Давайте это я сделаю. Хорошо. Подождите, Таня, ну что вы, вы хватаете сразу. Мне хочется что-то делать просто. Вы держали этой рукой. А, кстати, вы держали кубок в ИФА в руках? Да. И суперкубок держал. И суперкубок. Понимаете? Не то, что мы, дети ленинградских артистов, только родительский кубок держали. Когда, сынок, подержи-ка рюмку, я сигаретку закурю. Понимаете? И все. Так, вот он. Так, это консервированный тунец. Консервированный. Он может быть с собственным законом, может быть с оливковым маслом. Так. Собственно говоря, тут рецепт очень простой. Нужна какая-то емкость большая, куда... Для салата? Да. Вот такой вот подойдет? Да, очень красиво. Скажите, а не нужно ли вот он вот в этом соку? Это прямо с этим? Да, прямо с этим туда можно. Салат, наверное, мы возьмем вот этот вот. Давайте. Прямо, да, разрывать? Руками. Так, чтобы... В общем, салат с тунцом, особенно с консервированным, в Европе называется салат несуаз. Кстати, да. Салат несуаз. Поэтому... Это рукола. Это рукола. Тоже добавляем. Я тебя узнала. Тоже добавляем руколу, да? Да. Так, хорошо. Скажите, Татьяна, а что футболисты... Нас-то, прийдите, мы же со своей колокольни на все смотрим. А что футболисты едят? Все. Что футболисты... Ну, как все? Ну, наверное, существует... Вот я знаю, что хоккеисты... Вот у нас третья в гостях бывал. Он говорит, хоккеисты едят макароны очень любят. Футболисты тоже макароны, это углеводы, они повышают работу. А скажите, Татьяна, вы ведь, наверное, еще и... Я, конечно, все прям встанет про футбол, да про футбол, но это просто... Да, неприятно. Очень... Ну, это очень интересно. Потому что я вам хочу сказать честно, вы... Это исторический момент. Вы первая супруга профессионального футболиста, а ныне... Начальника. Начальника команды, между прочим, начальника команды, которая пришла в СМАК. Понимаете? Это не мне на двоюни приходить, не кажется. Нет, это точно не важно. Вот скажите, ведь тренер-то, Зенита, который, слава богу, вместе с вами тоже поехал в Манчестер и выиграли... Что характерно. Да, стал теперь главным тренером сборной нашей. Да. Вы с ним знакомы? Знаком. Ну, как вообще, мужик? Вот расскажи. Хороший. Если бы все понимал и все говорит, вообще бы замечательно. То есть, все что-то говорит, но все... Влад говорил, как мужики хвалили. Мужики хвалили. Все. Ну, вот так вот. Это самое главное. Так. Я хочу помешать грибы. Помешайте, пожалуйста, грибы. Давайте, давайте, я это сделаю, чтобы... Да, шпар... Вот у нас есть такая штука, возможно, взять. Пожалуйста. Так. А вот их потом надо резать, кстати. Измельчить совсем надо, да? Да? Ну, в основном. Ну, их нужно будет для начала, наверное, отжать, да? Вот, чтобы вся вода из них... Да, нет. Да, да. Да. Ну, воду эту оставить, это будет основа... Так, что у нас происходит? Татьяна Буланова, любимейшая певица миллиардов, назовем это так, Вместе с нами сделала заготовки для того, что мы называем котлеты, картофельные с грибами. Да, у нас варится картошка, у нас варятся грибы, у нас готов тунец, мы немножечко по... Мы сварили, кстати, вот у нас там уже охлаждаются перепелиные яйца, помидоры черри. Здесь основа для салата с тунцом. Танечка, на секунду вас оставлю. У нас короткая рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы знаете, что креветки в переводе с болгарского означают болтливые старухи. Мама, а чё это доктор уснул? Так Виталий, он 66-го года рождения, ему много-то и не надо. Из кинофильма «Айболит 66». Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Татьяна Буланова, с которой мы готовим картофельные котлеты с грибами и салат с тунцом. Предлагаю сейчас на какое-то время отключиться от салата и заняться вплотную картофелем. Потому что, мне кажется, он готов, Татьяна, секунду, я на... Готов. Да, готов? Да. По вашему рецепту, да. Это крупное. А дальше в дело вступает... Чем? Я понимаю, что дальше. В дело вступает... Знаменитый ленинградский маракас. Итак, друзья, в Санкт-Петербурге мы солим картофель. Так, так, вот. А он уже в пюре превратился. Он уже немножечко начинает. Так, теперь мы на какое-то время ставим картофель. Давайте, знаете что? Вы выключаете воду под грибами, а я сделаю вот что. При помощи... Так, мы воду оставляем в грибах. Но воду оставляем обязательно, потому что это вода, друзья. Это будет основа соуса. Это будет основа соуса. Смотрите, у нас получилось. Так. И грибы должны остыть, поскольку эти грибы мы, дорогие друзья, с вами будем... Татьяна, что мы будем с ними делать? Мы будем резать вместе с луком, ну или можно там помесить. И обратно... А, потом обжаривать на сковородке немножко. Ну, слушайте, это такой... Мама ваша, конечно, нам подарила. Так. Ну, всё, вот это мы оставим для соуса. Вот это мы оставим для соуса, да? Всё, закрывайте. Запах потрясающий. Значит, чуть-чуть у нас остывают грибы. Тань, что нам нужно делать? Теперь мы берём картошку и прямо тут её, да? А как хотите. Да, давайте. Хотите прямо здесь? Попробуем. Да, вон, пожалуйста. Ещё нам нужна одна луковица, которую мы добавим в этот фарш картофельного. Вот вам. Смотрите-ка. Вот так, да? Это, конечно, не женское дело. Да, добавляем сюда немножечко вот такой тоже приправки. Давайте приправки. Так, друзья, сейчас никакого ни масла, ничего не добавляем, да? Пока... Нет, сюда не надо. Ещё поперчить немножко нужно. Сейчас перец вот у нас. Ага. Так, сама дайте. Вот так, да? Да, всё. Прекрасно. Так, и... Вот у нас картошка сварилась. Потому что она же может даже и остыть. Паня, подожди, ещё нужно вот этот лук измельчить, тоже туда добавить? Смотрите, у нас есть измельчитель, который работает... Вот, то есть, одну луковичку, да? Смотрите. Вещь на деле, оказывается... Смотрите. Отлично. Ну, лук очень мелкий у нас получился. И тоже сюда, да? Да. Вынимаем лук из... Вот прям, смотрите, получилась луковая масса. Так. И тоже всё это... Тоже всё это перемешиваю. И сюда добавлю чёрное яйцо. Сейчас. Тань, берите крупные. Вон две стоят миски, вон цветные. Их две прямо? Нет, одну. Нет, ну можно взять одну. Так, теперь мы при помощи вот этого инструмента выкладываем всё вот так вот. Вот, товарищи, вот. Всё, вот так. Добавляем сюда одно яйцо, чтобы... Одно яйцо. Чтобы получилось... И что, не надо это всё... Это всё перемешать. Всё, фарш у нас готов. Да, ну получился настоящий фарш. В принципе, вот он. Всё, это пока можно оставить. Оставляем в покое фарш. Да, берём сковородку вот эту вот. Мука мы потом будем обваливать. Да, обязательно. Котлетки. И всё, муку мы будем добавлять сейчас. Вот на этой косты. Вот здесь мы будем обжаривать грибы. Да. А, вам председательное, их нужно порезать вместе с... Давайте мы их будем уже потихонечку резать. Единственное, что они ещё у нас горячие. Но я беру на себя... Так, посмотрите, Тань. Вот если я буду это делать прямо вот таким вот образом. Так, я вот не знаю, целую или половинку? Наверное, половинки хватит. А вот я вам могу сказать, Татьяна, что мне кажется, целая. Да. А мне кажется, целая. Потому что мы же делаем соус. Ну, в общем... А для соуса мы это сейчас всё будем обжаривать и ужаривать. Таня, где вы больше времени проводите? На гастролях или всё-таки дома? Дело в том, что я ещё живу на два города. Вы же ещё живёте на город Москву. Да, на город Москву и город Сан-Перру, который я никогда не оставлю, я думаю. Так. Не совсем. И поэтому у меня жизнь постоянно находится в дороге. Я уже все поезда уже знаю, какие, куда. Так, Тань, я думаю, что мы можем в принципе... Я думаю, что мы можем в принципе... Сейчас, секунду. Мы немножечко разогреем масло на сковородке. Сначала мы рубим немножко лук, первым. Именно. Именно немножко лук. После чего... Сейчас, секунду. Ваня, а вы как часто в Питере бываете? Вы знаете, вот сегодня утром из Питера, вот сегодня утром, просто на поезде, вышел сегодня из поезда под песню Олега Газманова. Да, да. Не многие знают, но в Москву, когда приходит поезд из Петербурга, играет песня Олега Газманова. Да, раньше эта традиция была более... Более развитой. Пел сам Олег Газманов. Ну, все, думаю, что можно. Так. Так. Мы обжариваем лучок. Угу. И, собственно, можно сразу... И через какое-то время добавим грибочки. И освободить сковородку, и мы тогда будем лепить котлеты. Татьяна, у нас в принципе... Вы можете, знаете что? Вы можете начинать лепить котлеты, потому что, во-первых, котлеты же мы можем приготовить и... Или их нужно сразу скрепить, сразу на сковородку. Да нет, почему? Они могут полежать. Вот, тем более, они могут полежать. Тем более, что у нас, я вам раскрою, у нас есть еще одна сковородка. Да. Вот, обратите внимание, Татьяна, вот такой формы они должны быть, да? Да, такие вот. А муке мы... Обязательно. Так, может быть, наверное, нам достать сразу или потом перед... Это можно учить позже, потому что это непосредственно перед самим. А, непосредственно. Татьяна, что сейчас входит в обязанности вашего мужа, Владислава Радимова? Что означает начальник команды? Я не знаю. Ну как не знаете? Таня. Я правда не знаю. Ну ладно. Начальника, начальника. Ну, слушайте, получается, если он начальник, то вы в какой-то степени начальница. Начальница, вы не приходите на эту тренировку, у вас не появилось горностаевое манто, чтобы вы садились на трибуну и говорили, мальчики, быстрее, быстрее бежим. Нет, этого нет. Это такой стереотип. Это чуть позже. Это чуть позже будет. Что, расскажите, происходит в вашей творческой жизни, Татьяна? Ведь мы, ваши поклонники, ждем новых песен, новых видеоклипов. И вы, между прочим, одна из первых на нашей эстраде не побоялись пойти в открытый, прямой, смелый эксперимент с танцевальной музыкой? Да. Будут ли еще какие-то смелые эксперименты? Ну, насколько смело, не знаю. Я записала альбом «Романсы». А романсы – это классические романсы? Да. Там городские песни входят, и те романсы начала века, середины века, 20-го. Это прекрасно. Вот. Ну, это прекрасно. Очень интересно работать с живыми сгибками. Вот. Так как и, между прочим, засыпаем грибы. Таня, да, все верно? Да. Чуть-чуть буквально поджарим все это так. Ну, это просто должно быть такой пикант-пикант-при вкус, да? И это все, друзья, мы будем добавлять. Да. И нужно поставить уже, чтобы закипало. Чтобы закипело. То есть, вот тот самый, друзья, вспомните наш соус, а именно бульон от грибов. Мы его ставим на маленький огонь, и он уже запускает и закипает. Он сейчас быстро закипит. А я, Татьяна, к вам поближе помогать с котлетками. Давайте. Вы, кстати, Ваня, дома готовите сами? Или... Вы знаете, я... Бывает. Но больше делаю это... Перед телекамерами. Перед телекамерами. Татьяна, а меня вот, знаете, что вы, Татьяна, я вот... Вот у вас сложился образ, ну, ваши песни знаменитые, которые в самом начале принесли вам популярность, образ девушки с... Я бы сказал так, со сложной любовной драмой, с судьбой, грустной. А в жизни у вас все пудут-фуд, замечательно. Вот, а те, кто поет у нас веселые песни про любовь, и не будем этого скрывать, частично, как говорится... Нечто большее. А у них, понимаете, все... Они, вон, все замуж выйти не могут. А вы, у вас все хорошо. Таня, это как-то взаимосвязно или это просто... Нет, это... Все, нет и нет. Все, закрыли тело. Таня, точно все? Да. Точно. Точно, абсолютно. Смотрите, закипает, да? Да. А муки мы будем туда добавлять? Да. Может быть, сейчас? А муку мы будем разводить в стакан воды, нужно, и полстакана муки. Вот так. Все. Теперь прошу вас, сюда. Давайте перемешивайте. Это для того, чтобы соус был погуще. Я перекладываю. Да. Так. Так, так. Так, Татьяна. Так, нет, нормально. Нормально, да? Можно, да. Давайте. И вот так. Вот, товарищи, вот он. Знаменитый. И сколько он так должен вариться? Еще три ложки сметаны. Три ложки сметаны прямо сейчас или потом уже? Ну, можно вот как бы. Так, друзья, слушайте, соус-то у нас прям, ой. Друзья, нам осталось совсем немного. Ну что? Вроде, да. Ну да. Пускай там мука все-таки есть, конечно. Хорошо. Так, Татьяна, оставляю вас здесь следить за соусом. Котлеты мы уже слепили. Друзья, короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что шалфей в переводе с польского означает «мужчина в обтягивающих джинсах». Никаких разговоров с Вягинцевой остаются у нас. Мальчики лягут за ширму к бабушке, Витюша ляжет на кухне, я ему постелила, ну а мы с Анной Ардольдой, так сказать, в холле. Из кинофильма «Вуди Алина Энни Холл». Дорогие друзья, слава на Первом канале, у нас гостя сегодня Татьяна Буланова, с которой мы практически уже все приготовили. У нас готов соус для котлет, и мы зажигаем синхронно газ под двумя сковородками. Правильно я понимаю, Тань, что котлеты же у нас уже готовы, нам их нужно просто обжать. Для того, чтобы было… В принципе, можно сверху уже, да, это делать аккуратненько, аккуратненько, вот прям чуть-чуть, да-да-да, и сейчас мы их перевернем и сделаем то же самое с другой стороны. Так, сейчас мы разогреваем масло, как следует разогреваем масло, я думаю, что даже можно, можно даже еще вот так обвалять их прямо муки, чуть-чуть, просто для того, чтобы я переворачиваю пока. Татьяна, смотрите, пожалуйста, вот с этой стороны, пожалуйста. Так, здесь у нас что? Здесь уже все у нас, вот эти тебе, вот так вот, как будто бы веселый дождь прошел. Вот, и ненужная мука, она же потом останется. Мы ее потом затихнем. Для дальнейшего веселья. Для дальнейшего веселья и использования, конечно. Так, а пока у нас готовы коклеты, которые мы сейчас через секунду будем сюда, сюда закладывать. Ой, а вот эту забыли. Давайте. У нас еще остался салат, который мы сейчас делаем. Тоже. А вот посмотрите, хочу обратить внимание, тебе, зрители. Вот наш соус. Вот и соус. Как говорил Никита Михалков из старания «Дома актера». А вот и соус пришел. Так. Так, ну что, можно выкладывать? Так, 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 вот так вот. И еще одно, ладно, сюда. Так. Оп. И вот, друзья, шкварчание веселое началось. И можем приступать к салату. Так, правильно я понимаю, что нужно нам разрезать помидорки на упалку? Помидорки на две части, да. И, кстати, и яйца тоже. И яйца тоже. Режу помидорки на две части. Яйца. Что-то хочется сделать тоже. Хочется сделать, можно, в принципе, перекладывать тунец. Но вот я думаю, что количество тунца. Или его сверху мы кладем. А, соус, Тань, соус же нужно из бальзамический уксус. А он здесь? Это не этот самый? Поверим. Не соевый соус? Нет уксуса. Отлично. Так. А можно? Да. Чуть-чуть. Оп, оп, оп. Так. Так. Оп, оп, оп. Теперь. Я думаю, что вот еще... Чем, вот я так вот думаю, чем его взять? Таким, чтобы... Чем салатик взять? А вот у нас есть... Вот это вот, тунец, чтобы он, наверное... А, тунец. Да, ну можно... Да, тунец может, чтобы он не так много оставил. В принципе, вот и все. Да? Ну да. Вот так вот. Главное, чтобы... Ну, воды много не надо, а то и так у нас... Так, теперь... Теперь... Кидаем. Так. Помидорку кидаем. Нет, помидорки это перемешиваем, а яйца уже сверху вот так вот... А яйца будем выкладывать сверху. Прекрасно. Ну, тогда я даже не знаю, наверное... Ой, мы же забыли про... Не-не-не, там ничего с ними не происходит. Все хорошо, Татьяна. Все хорошо. Как вы считаете? Мне кажется, перевернуть уже пора. Нет, еще пора. Так вот, смотрите, как там. Пора. Пора? Да. Аккуратненько. Не волнуйтесь. Вот даже... Сейчас, сейчас, абсолютно верно. Видите, это такая работа парная, безусловно. Да, в одному пальчике не могу. Вот, пожалуйста. Вот такие у нас котлетки. Прекрасные. Ну, прекрасные котлетки. Что здесь? Здесь пока мы отдыхаем. Котлетки пока здесь отдыхают. Так. Хорошо. Я думаю, что так. Соль, пожалуйста, для вас. И, кстати... Перцем можно. Перепелиные яйца разрезаем на половинки. Угу. Так. Так. Немножко солом. И, в принципе... Перемешиваем, да? Татьяна, как часто удается вам путешествовать? Вместе с семьей? Вместе с мужем? Не часто. Есть ли какие-то страны, которые вы любите посещать? И самое главное, блюда, которые вы любите вместе с семьей есть? Очень нравится испанская кухня. Кстати, меня Влад к ней приучил. Просто пять лет там отыграл. А, ну, кстати. И поэтому, да, научил, как мясо готовить. Ну, как научил. Я практически в первый раз, у меня сразу получилось. Хотя я никогда не готовила для этого. Татьяна, посмотрите. Вот так? Замечательно. Всё. Давайте я ещё... Тань, давайте я повторю рецепт, а вы мне поправите, правильно ли я запомню вам то, как мы всё готовим. Значит, картофельные котлеты. Мы отвариваем картофель. Да. И отвариваем белые грибы. В принципе, можно любые. Можно шапиньоны. Можно шапиньоны. Картошку мы при помощи толкушечки. При помощи толкушечки. В общем, мы делаем фарш из картошки. Делаем фарш из картошки так же, как традиционно. И добавляем, да, добавляем туда лук. Добавляем туда лук сырой. И добавляем туда... Яйцо. Яйцо одно. Да. И добавляем туда перец. Да. И соль. И соль. Немножечко. После этого, обваляв в муке, предварительно мы жарим эти котлетки на сковородке, и они получаются вот такими красивыми и румяными, как, собственно, те, кто их жарит. Значит, отдельно мы делаем соус. Соус делается так. Мы берём грибы, варим их, воду не выливаем. Выливаем, вставляем... Это основа соуса, да? Основа соуса. Грибы мы мелко-мелко режем. Да. Добавляем лука. Сырой рук обжариваем их на сковородке, обратно в этот же самый бульон их помещаем. Да, и когда закипает, мы туда добавляем ещё... Полстакана муки со стаканом воды. С стаканом воды, да. И соль и перец тоже желательно по вкусу. Мы, в принципе, готовы дегустировать. Но прежде чем дегустация, Татьяна, попрошу вас... Да. Прежде чем дегустация начнётся, так сказать, плеснуть... Я хочу сказать, произнести слова Ларисы Рубайской, плеснуть колдовства в хрустальный мрак. Да, потому что, собственно, вот без этого это, в общем, блюдо не готово. Товарищи, прошу вас поаплодировать этому событию. Это прямо щедро вы. Да. То есть не должно быть видно котлет, да, оттуда? Ну, понятно. Так. Можно, кстати, добавить сметаны, кто хочет. А давайте, а давайте... Я не очень. Вы нет. А я бы, знаете... А сметана у нас где? А вот же она. Так. Так. Мой любимый контейнер. Вот так. И можно, в принципе, друзья, кто... Вы точно не хотите? Нет. Нет, хорошо. Спасибо. Татьяна, я вам хочу сказать, что не обязательно все съедать, то, что мы кладем в тарелку. Тем более, что я вам и не дам. У нас есть для вас еще... Так, салат у нас перемешан. Ну что, друзья, давайте поаплодируем Татьяне Булановой и попробуем. Попробуем. Картофельные котлетки с грибками. Товарищи. Ну что? Товарищи. Ой, товарищи. Это... Почему-то я оказался в 79-м году. Сейчас, товарищи, возвращайся. Нет, вкусненько. Татьяна. И я вместе с вами... Позвольте тарелочку. Пожалуйста. Так. Спасибо. Так. От души тоже у нас получилась порция. Так. Ну правда вкусно. И правда же, получилось, да? Да. Друзья, что я могу сказать? Я могу сказать, что... Команда играет так же хорошо, как живет ее начальник. А начальник живет так же хорошо, как выглядит, готовит и поет его жена. Татьяна Буланова, что, не усмаки. Давайте поаплодируем. Ну, что я могу сказать? Салат... Ммм. Без сомнений получился. Рецепт салата прост. Вы берете руколу и какой-нибудь другой салат. Смешиваете его, добавляете туда порезанные напополам помидоры черри, порезанные напополам перепелиные яйца, конселированный тунец, оливковое масло и бальзамический уксус, соль, перец, и будет счастье вам, россиянин. Знаете, я времени... Я просто... Я на секунду отложу. Друзья, у нас сегодня в гостях. Была очаровательная Татьяна Буланова. Я к вам вернусь через секунду продолжать говорить про футбол и про шоу-бизнес. Друзья, у нас пауза. Мы вернемся к вам в следующей программе. И вы знаете, что куркума в переводе с венгерского означает бабушке больше не наливать, она уже и так сигар просит. Спасибо. 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 Спасибо.